В прошлый раз я сказал несколько вещей о вере. Первое, апостол Павел пишет в своих посланиях, что человек получает статус праведника перед Богом благодаря своей вере. Эта мысль лежит в основе всего богословия Павла. Второе, Павел не единственный, кто видит веру чем-то фундаментальным. Даже если другие апостолы или сам Ешуа не формулировали учение о ключевой роли веры в оправдании человека так, как это сделал Павел, она, тем не менее, тоже занимает центральное место в их системе отсчета. Третье, я определил веру в Бога прежде всего как доверие Ему, как отношение человека к Богу, а не принадлежность группе так называемых единоверцев или чисто интеллектуальные согласия с некоторыми богословскими утверждениями. Четвертое, в истории о короткой беседе змея с Евой мы видим хорошо продуманную атаку на представление Евы о Боге. И цель этой атаки была подрыв ее доверия Богу. Змей понимал, что мы доверяем только тем, кого считаем заслуживающими доверия. Чей имидж у нас вызывает не страх, не неприязнь и не прочие негативные чувства, а эмоции прямо противоположные. А теперь вопрос, на котором мы остановились и который вынесен в заголовок нашей программы. Почему же Бог объявляет праведным того, кто доверяет Ему? Почему статус человека перед Богом, то есть решение о том, кем Бог считает человека, праведником или грешником, это решение принимается Богом на основе того, доверяет человек Богу или нет? Можно было бы этот вопрос перефразировать. Почему Новый Завет учит нас, что если человек считает Бога достойным доверием, то есть праведным, если выражаться религиозным языком, то и Бог в свою очередь объявляет человека праведным. Ведь получается прямо по Ивану Андреевичу Крылову, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Дескать, Бог говорит человеку что-то типа, ты меня считаешь хорошим? Отлично, за это и я тебя считаю хорошим. Отныне ты числишься в праведниках. Прежде всего, эта картина верна лишь отчасти. В послании Якова нам сказано очень ясно, что вера без дел мертва. То есть, настоящее доверие Богу обязательно будет проявляться внешне. Проявления могут быть самые разные. Иногда просто в том, что человек продолжает жить самой обычной человеческой жизнью, в которой отсутствуют всякие внешние признаки религиозности. Молитва, чтение Библии или посещение церкви или общины. Но человек живет и упорно продолжает бороться с тем, что его угнетает, а не опускает себе, например, пуль в лоб от отчаяния и безысходности. Судить о том, что стоит за конкретным внешним фасадом, нам не дано. Но речь сейчас о том, что подлинная вера всегда имеет свою, так сказать, инкарнацию. То есть, она воплощена в некие действия в этом мире. Во-вторых, давайте все-таки ответим по существу. Что такого правильного в том, чтобы считать Бога истинным, правильным, любящим, сильным и так далее? Что такого правильного в том, чтобы думать о Боге хорошо? Думать о Нем как о ком-то, кто вызывает у тебя не страх, а доверие и желание быть вместе с Ним. Правильно в этом вот что. Бог, вообще говоря, недоступен нашим органам чувств. То есть, если вынести за скобки отдельные сверхъестественные переживания, которые происходят не каждый день и даже не со всеми, то мы не видим его физическими глазами, не слышим его голоса, своими ушами, не ощущаем его присутствие ни обонянием, ни осязанием, ни вкусом. Ничто в физическом мире не указывает на то, что он вот здесь, в этой самой комнате, где я там печатаю этот текст на своем компьютере или записываю эту программу в студии. Так что у меня нет, в общем, никаких серьезных оснований сказать, что я нашел Бога в нашем мире, что я его видел, слышал, говорил с ним или прогуливался вместе с ним по аллее в городском парке. Более того, если я открою новостной сайт, то не пройдет и минуты, как мне на глаза попадется, какая-то очень негативная информация о происходящем в нашем мире. Даже если не брать в расчет алгоритм поисковиков, которые сами подбрасывают тебе то, что, как они вычислили, тебя интересует, а просто купить газету, то обязательно прочитаешь что-то о коррупции правительства, о криминальных разборках мафии, о войне, о заложниках террористов, о специальной военной операции, о стихийном бедствии. И о старике, ушедшем из дома престарелых три дня тому назад, и неизвестно куда, до сих пор его не нашли. А вот если откроешь YouTube, то посредине того контента, который ты смотришь, обязательно выскочит измученное лицо ребенка больного, раком, которому нужны деньги на лечение. И, в общем, если ты ищешь какую-то реальность, которую можно без всяких усилий и натяжек назвать приятной, радостной, светлой, праведной, жизнеутверждающей и так далее в сторону божественности, то надо очень крепко подумать, куда, собственно, смотреть, чтобы ее найти. И смотреть надо очень внимательно. Беспроигрышный вариант это рассветы, закаты, море, горные вершины и прочие красоты природы. Но, опять же, только в ясную погоду. Так что и тут, как говорится, не все так однозначно. И вот спрашивается в задачке. Если в нашем мире не только не видно самого Бога, но наоборот видно, как здесь хозяйничает враг порядка, закона, мира и самой жизни, как свидетельствуют эпидемии, стихийные бедствия и войны, то с чего бы это нам верить в какого-то доброго Бога, да еще и вездесущего и всемогущего. В доброго еще можно поверить, в такого доброго, который сидит там где-то себе на небесах, смотрит вниз на все наши безобразия и сокрушается, но ничего не делает. Но поверить в доброго, вездесущего и всемогущего Бога, который присутствовал, ну, например, в газовых камерах Освенцима и ничего не сделал для того, чтобы остановить происходившее там, в такого Бога поверить не так-то просто. Да, природа великолепна, да, молодое и здоровое человеческое тело прекрасно, да, младенцы невинные и чисты, но, в общем, вы поняли и повторяться не буду. Идея в том, что человеку, который уже немного соображает и уже немного повидал жизнь не только с лучшей стороны, но и с другой, очень легко сказать, что доверять в этом мире можно только себе самому и, в лучшем случае, еще нескольким близким людям. Что если Бог где-то во Вселенной и есть, то уж точно не для того, чтобы доверять ему, то есть рассчитывать на его участие и помощь. И вот в этом месте нужно остановиться и хорошенько задуматься. Все дело в слове «если». Если Бог есть, то какой Он? И тут нужно задать встречный вопрос, а как же мы узнаем о Боге, если Он не являет нам себя непосредственно? Ответ верующего человека такой. Бог действительно не навязывает себя нашим органам чувств. И для этого у Него есть веские причины. Вы не сможете смотреть на солнце, не ослепнув. Точно так же вы не можете оказаться в непосредственном присутствии Бога, не сгорев. Это первая причина. Второе, более деликатного свойства. Бог вполне мог бы явиться человеку не во всей своей мощи, что было бы губительно для человека, а приоткрыть занавес лишь чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы мы, с одной стороны, не погибли от Его ослепительной славы, а с другой, чтобы у нас не осталось ни малейших сомнений в том, что Он действительно есть и действительно такой прекрасный, каким Его изображают Его святые. Ему ничего не стоит рассчитать меру своего откровения очень точно, с учетом этих двух соображений. И все-таки Он этого не делает. Почему? Потому что неоспоримость загоняет человека в угол. А Бог хочет, чтобы мы выбрали его свободно, а не под давлением принудительной ясности. Далее верующий человек говорит, что он верует в Бога не потому, что у него есть доказательство бытия Божья, или доказательство безошибочности Библии, или доказательство воскресения Мессии Ешо из мертвых. Никаких доказательств на самом деле ни у кого нет. Доказательства есть у математиков, когда они рассуждают о теоремах, и больше ни у кого. Там чистая логика в математике, которая безжалостно припирает тебя к стенке, если ты попытаешься возражать. Ну, опять же, на основаниях логики. Верующий скажет, доказательств в строгом смысле слова у нас нет, а вот что у нас есть, так это свидетельства, причем многочисленные. Во-первых, свидетельство естественного характера. Совесть человека указывает на существование внешнего по отношению к человеку морального закона, который есть во Вселенной. Порядок, присутствующий во Вселенной, указывает на наличие разума, создавшего ее. Во-вторых, скажет верующий, у нас есть многочисленные свидетельства людей, которые встречались с Богом в том или ином формате на протяжении последних четырех тысяч лет нашей истории. Часть из этих свидетельств записана в Библии, часть в истории церкви, которая, кстати, продолжает писаться и по сей день. С людьми происходят удивительные вещи. По совокупности всех этих свидетельств мы и веруем в Господа Бога. Не просто в Его существование, а в то, что Он достоин нашего полного доверия и любви здесь и сейчас. Свидетельства отличаются от доказательств тем, что их всегда можно списать на что-то другое. На случайность, на совпадение, мало ли на что еще. То есть при желании от них можно отмахнуться, не погрешив при этом против логики. Именно этим и занимаются атеисты. На любой аргумент верующих они находят свой контраргумент, звучащий вполне разумно. Во всяком случае, на первый взгляд. Но вот тут-то и включаются наши воля и совесть. Если я человек честный, то я должен исследовать эти свидетельства. И если я убедился в том, что свидетели, условно говоря, не пьяны, а в здравом уме и трезвой памяти, то, как честный человек, я дальше должен сказать себе, я не могу игнорировать все это. Похоже, мне нужно поменять свою точку зрения. Судя по всему, тут есть что-то реальное, что я до сих пор упускал из виду. За то, чего я не знал, с меня спроса быть не может. Но теперь я знаю что-то новое, и это знание меня обязывает к определенным действиям. Верующий Богу, то есть доверяющий Богу, признается Богом за праведника по той причине, что он правильно, то есть честно и ответственно реагирует на свидетельства об истине, о реальности, о правде, о Боге. Что он не пытается спрятаться от этих свидетельств, а ищет их, проверяет их, и, убедившись в их подлинности, корректирует свою жизнь в соответствии с ними. Корректирует, даже если это будет неприятно, даже если эта корректировка будет стоить очень дорого. Что он не прячется за весь негатив в окружающем мире, в котором Бога вроде бы на первый взгляд нет, и не использует этот негатив в оправдании тех вещей в его собственной жизни, за которые ему стыдно. Священное Писание приводит нам много примеров праведников, и в следующей программе мы поговорим о человеке, которого апостол Павел, следуя доброй иудейской традиции, называет отцом веры, об Авраме. Спасибо. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok